Здравствуйте, уважаемые выпускники. Начинаем подготовку к ЕГЭ. Сегодня мы разберем задание 26 ЕГЭ, которое посвящено изобразительно-выразительным средствам. Я учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер один Сергеева Татьяна Власевна. Итак, начнем. Перед вами образец рецензии. Мы знаем, что за это задание вы получаете 4 балла, поэтому очень нужно много тренироваться, чтобы сделать правильно вот это задание. Перед вами рецензия, где мы должны вставлять термины, 4 термина и список терминов. В данном случае у нас цитирование, восклицательное предложение, лексический повтор, противопоставление, анафора, развернутая метафора, порцеляция, разговорные слова, контекстные синонимы. Для того, чтобы хорошо, правильно выполнить это задание, нам нужно знать, освоить вот эту таблицу. Там в рецензии дается задание найти тропы, лексические средства, синтаксические средства и фонетические средства. Вот эта таблица показывает, что, например, там будет такое задание найти тропы. Тропы – это значит, мы должны найти слова в переносном значении. Тропами являются эпитет, метафора, сравнение, метонимия, ирония, гипербола, литота, олицетворение, метонимия, оксюморон, аллегория, перифраз. Ну и там еще можно добавить. Лексические средства – это то, что связано со словом. Как мы помним, лексика – это слова, значения слов, синонимы, антонимы, диалектизмы, архаизмы, профессионализмы, лексический повтор, фразеологизмы, нелогизмы, просторечные слова, книжная лексика, устаревшие. Это значения слов. То есть мы дело имеем со словами. Синтаксические средства – это конструкции в предложениях, синтаксис, сравнительный оборот, риторическое обращение, анафора. Эпифора, противопоставление, синтаксический параллелизм, градация, порцеляция, инверсия, вводные слова, цитирование и ряды однородных членов предложения. Фонетические средства – это фоны, звук, это аллитерация, ассонанс, звукоподражание, то, что связано со звуком, согласные и гласные, но они встречаются крайне редко. Красным цветом я выделила лексические средства, которые очень популярны, встречаются очень часто. Это эпитет, метафора, сравнение, синонимы, антонимы, олицетворение, лексический повтор, фразеологизмы, сравнительный оборот, противопоставление, синтаксический параллелизм. Алгоритмы выполнения. Что вы должны сделать? Это шаг первый. Сначала нужно прочитать рецензию, выделить названия основных видов языковых средств, тропы, лексические средства, синтаксические средства, фонетические средства, приемы. Если вид не указан, тогда рассматриваем все языковые средства, перечисленные в списке терминов, задание 26. Шаг второй. Можете разделить перечисленные в списке терминов средства выразительности на лексические и синтаксические. Это я вам позже покажу. Так вам будет легче ориентироваться при заполнении пропусков в рецензии. И шаг третий. Внесите цифры в таблицу после списка терминов. И шаг четвертый. Принесите цифры в бланк ответов без пробелов и запятых, не нарушая их порядка. Это важно. Так, вы должны знать, что в задании есть уже подсказки. Например, если в словосочетании одно слово выделено курсивом, то в большинство случаев это будет эпитет. Допустим, вот золотая осень, золотая курсивом. Торжественный край, торжественный курсивом. Также подсказкой могут служить номера предложений, в которых надо найти ряды однородных или обособленных членов, перечисляются в скобках, через запятую. Например, предложение 34, вот видим запятая 38. Также при порцеляции и параллелизме номера предложения в задании пишут через тире. Например, предложение 40, тире 41. Однородные члены через запятую. Разговорные, просторичные, книжные, устаревшие слова приводятся в скобках. Авось, ничегошеньки, без царя в голове. Вот такие подсказки есть, вы можете воспользоваться. Ну и так, переходим к нашей практике. Задание. Вот у нас рецензия и список терминов. Девять у нас терминов мы должны выбрать. Детская дружба, как правило, бывает самой крепкой. Четверо друзей, играющих мушкетеров, сами того не подозревая, вынесли с своего детства и сохранили дружбу, полные бескорыстия и самопожертвования. Не случайно поэтому в первые же дни войны они все отправились на фронт. Повествуя о дружбе четверых мальчишек и рассказывая об их героическом прошлом, авторы используют такие синтаксические конструкции, как А, мы должны подставить, и указаны предложения 8, 13, 33. Б, пропуск, мы должны здесь указать термин, в предложениях 21, 41, 51, 52. Выразительность авторскому стилю придают и многочисленные лексические средства. В, мы должны здесь тоже, термин прочитанное сплетается, в предложении 5 пути разошлись, в предложении 13, тень вечности скользнула, в предложении 18, а также Г, тесная дружба, в предложении 11, беспечная дерзость, в предложении 47, беспримерный путь, в предложении 50. Мы должны найти вот в этой рецензии ряды однородных членов предложения, разговорные конструкции, эпитеты, порцелляция, обособленные члены, антониум, метафора, оксюморон, фразеологизмы. Ну, ряды однородных членов предложения вы знаете, значит, разговорные конструкции, тоже легко, эпитеты вы... Ну, вообще, лексические средства выразительницы, конечно, вы это изучали и на русском языке, и по литературе. Мы сейчас повторим порцелляции, обособленные члены предложения, это причастный оборот, дейпричастный оборот, мы тоже это знаем, антонимы мы тоже знаем, метафору, ну, повторим, наверное, оксюмором сложное, и фразеологизм вы знаете. Давайте мы повторим то, что, может быть, вы забыли. Порцелляция – это намеренное разделение предложения на несколько частей. Ребенок подрастает, отпускает руку матери, делает шаг, свой первый шаг, осторожно, неуверенно, первая победа. То есть одно предложение, расследование на несколько предложений. Метафора – это вид иносказания, перенос значения с одного слова на другое по сходству признаков. Проще говоря, это скрытое сравнение. Колесом за синие горы солнце красное скатилось. Оксюмором – сочетание слов с противоположным значением. Живой труп, грустная радость, обыкновенное чудо. Я вам советую сразу разделить. Ряды, народ, члены, предложения – это у нас синтаксические средства. Разговорные конструкции, синтаксические эпитеты – это у нас троп. Порцелляция синтаксические, обособленные члены – это синтаксис. Продолжение антонимы – это у нас лексическое. Метафора – троп, оксюморан – троп, фразеологизмы – это лексическое. И тем самым вы облегчите себе свою задачу. Почему? Потому что вы разделили и будете выбирать только, если синтаксическое средство, то вы будете выбирать среди них. Итак, повествуя о дружбе четверых мальчишек и рассказывая обе героическом прошлом, авторы используют такие синтаксические конструкции, как А в продолжениях 8, 13, 33. А со временем игра наша приобрела четкую форму, хотя мы никогда не разыгрывали сцены из романов Дюма. Ни погони за бриллиантовыми подвесками, ни завтрака на бастионе, ни расправы. Жизненные пути разошлись, у каждого появились свои интересы, свои надежды, кратко, сухо, без подробностей. Мы видим, что здесь некие перечисления, и поэтому выбираем ряды однородных членов продолжения. Б – делаем синтаксические конструкции. То есть мы ищем синтаксические конструкции. Вернувшись после контузии зимой, мы видим, что это дейпричастный оборот. Пришедшие вместе со мной в госпиталь – это причастный оборот. То есть обособленные членами убитый под Ильней, оплаканной матери в ней штурмопат. То есть мы видим, что это все обособленные члены предложения. Это причастные, дейпричастные обороты. Мы выбираем пятерку. Образительное с авторскому стилю придает многочисленные лексические средства. Теперь ищем. Пути разошлись, тень вечности скользнула. И если мы видим, что здесь образно, красочно, то это будет метафора. Прочитанная, как сплетается. Пути разошлись, тень вечности. И мы выбираем семерку. Это метафора. Дальше. Ищем Г. Лексические средства мы должны. Беспечная дерзость, беспримерный путь. Мы уже догадываемся, что это эпитет. Тесной дружбы, беспечной дерзости, беспримерный. Если мы видим, что пролагательный обладает какой-то образностью, красочностью, то это перед нами эпитет. И мы выбираем три. Итак, мы набираем четыре балла. И если у нас правильный ответ – один, пять, семь, три. Так, и я думаю, что если вы будете много тренироваться, будете тренироваться и больше будете рассматривать много кимов, то я думаю, что вы все успешно справитесь. Желаю вам удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok